Друзья, всем добрый день! Хотел бы с вами обсудить тему как замминистра Тимура Иванова. Ну что, следственные органы, я так понимаю, наложили арест на его недвижимость. Арестовали особняк в центре Москвы. Речь идет о двух нежилых помещениях в чистом переулке площадью около 650 квадратных метров и 330 квадратных метров. Кстати, кадастровая стоимость одного из них почти составляет 70 миллионов рублей. Дальше что, друзья. У Тимура Иванова появился дом и баня в Терской области. Мы все эту баню видели и дом этот видели. Мы вам сейчас его продемонстрируем. Этот дом. Соответственно, на это все тоже наложили, я так понимаю, арест. Я так понял. И, соответственно, некоторые люди нам здесь писали, что как бы, ну, Иванова никто не арестует, недвижимость никто не забирать не будет, никто ничего не заберет, не арестует. Друзья, вот вам, пожалуйста, результат. Следственные органы работают, суды работают, все нормально. Давайте мы не будем, еще раз говорю, делать определенные выводы раньше времени. потому что, когда его только-только задержали, много было комментариев в мой адрес, что, типа, Виталий, ну, вы знаете, что как бы его отпустят. Ну, кто его отпустит, ко мне, пожалуйста. Его арестовали, задержали не для того, чтобы его отпускать. Тут ему вменяют сумму взятки 1 миллиард 185 миллионов рублей. Ну, слушай, кто его отпустит. Следствие считает, что экзамен министр оказывал компанию помощь замена безвозмездного выполнения работ на его объекты по статье о получении взятки в особо крупном размере. Статья часть 6 и статья 290 УК РФ Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Иванов в виду не признает, а сделать, и, соответственно, он откажется. Ну, и зря. Скажу так, потому что, ну, он зря это делает по предупреждению, потому что суд потом примет такое решение, что ему понравится. Речь идет этот особняк, да, значит, это что касается особняка. Вот все касается его банек и скромности. В деле бывший заменец обороны кимурману фигурировать дом площадью 2,5 тысячи, друзья, 2,5 тысячи квадратных метров, представляете? Это человек, который ну, по сути, ну, погону носит там служит вооруженностью Российской Федерации при зарплате там, не знаю, сколько у них там было, там полмиллиона рублей, там 600 тысяч, там, ну, миллион рублей. Даже при заплате там миллион рублей, я даже не знаю, слушайте, такую недвижимость иметь, это надо будет точно работать где-нибудь в нефтяной компании, поверьте мне, или в газовой, я не знаю, ну, слушайте, ну, откуда у человека военного, по сути, военного, такая недвижимость, ну, еще бы друг, он никогда не был предпринимателем, бизнесом никогда не занимался, а тут раз, и у него площадь, значит, домов 2,5 тысячи квадратных метров. Это только одного дома, друзья, мы только разговариваем за один дом, я так понимаю, это Тверской области, у нас же там, по-моему, если не ошибаюсь, там, по-моему, где-то еще, еще там есть у него дома, ну, я так понимаю, в ходе следствия там следователи разберутся, и оперативники тоже разберутся, и, соответственно, сделают определенные выводы, поэтому, друзья, вот вы как говорили мне, да, что Виталий ничего с ним не будет, никто его не привлекет, никто его там не задержит, его выпустят, да никто его пускать его не будет, поверьте мне, это уже есть практики, никто его будет выпускать, скажите, пожалуйста, меняют 1 миллиард и, значит, 185 миллионов рублей, слушайте, ну, это, я не знаю, особо крупный размер, кто его отпустит, потому, друзья, о чем тут можно говорить, но, я скажу так, что, надо отдать должное нашим спецслужбам, молодцы, отработали на высоком уровне, то, что было нажито незаконным, так сказать, путем, все сейчас, я так понимаю, будут забираться в пользу нашего государства, я так думаю, скорее всего, я, честно говоря, из практики, как она работает, конечно, выводы пока еще идет рано и суд примет решение, да, его еще не осудили и решения нет никакого, но если брать из практики, да, и, как мы видели, что происходит обычно в таких делах, ну, соответственно, как бы здесь все ясно, когда человек еще вину свою не признает и не сотрудничает со следствием, ну, тут тогда уже, да, тут уже еще хорошего в этой истории точно не будет, поэтому, скрыв бы там Иванов не бился, я думаю, что результата будет ноль. Дальше, друзья, не к этой теме, ну, хотел бы тоже чуть-чуть порадоваться за, за Успенскую, она вчера выиграла у Киркорова суд и суд, значит, обязал Киркору выплатить 90 тысяч рублей. Вы помните, когда он, по-моему, Успенскую назвал попрошайкой. Соответственно, адвокат Успенский, значит, обратились в суд, подали иск и, соответственно, было три судебных заседания и суд они выиграли. Ну, я считаю, что справедливость она есть всегда и если ты тут думаешь, что закон не работает, ну, я вообще, как бы говорю про, в том числе и про Киркова, если думаешь, что закон не работает, вот, работают, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, вчера суд вынес решение в пользу непосредственно Успенской. А что касается Иванова и касается всех остальных, которые с ним работали в команде, вы же сами видите прекрасно, что и всех задерживают, все, по-моему, я уже не ошибаюсь, там, по-моему, половина все уже сидят, все задержаны, арестованы и половина из них уже, насколько я не ошибаюсь, сотрудничают со следствием, соответственно, можно. Поэтому, друзья, дальше будет интересно, скажем так, я думаю, что мы еще что-то увидим, что-то нам еще расскажут, журналисты, напишут, заявят, я думаю, дальше будет интересно, поэтому Иванов делает большую ошибку, потому что он не сотрудничает со следствием и не признает свою вину. Его в случае нужно заключать сделку со следствием и, может быть, будет какое-то смягчение, наказание, честно. Друзья, переходите ко мне в телеграм-канал, ссылка под первым комментарием, YouTube, еще раз вам говорю, собираются блокировать нас в России, он уже начинает работать плохо. Я вам просто предлагаю туда перейти, не задумывайтесь, переходите, потому что в любой момент может здесь прекратиться наше общение, такое тоже может быть. Ссылка под первым комментарием, я вам сейчас выложу под первым комментарием свой телеграм-канал, туда прям нажимайте, и вы попадаете автоматически ко мне, друзья. И мы эту тему с вами там обсудим, я лично там отвечаю на комментарии, там, и, соответственно, готов с вами подискутировать на эту тему. Может быть, будет хорошая дискуссия, и мы с вами пообщаемся. Поэтому, друзья, переходим в телеграм-канал, ссылка под первым комментарием. Если не можете меня найти здесь под первым комментарием, пишите просто в Яндексе Виталий Бородин, телеграм-канал, и вы попадаете ко мне, нажимаете прям на первую ссылку, и дальше еще раз кликайте, и попадаете ко мне прям в телеграм. У кого нету телеграма, есть ВК, друзья, ссылка тоже будет здесь. Вы можете пойти ко мне в ВК, и с вами там тоже буду общаться. Я там тоже сижу, читаю комментарии. Кто мне пишет в директ, я тоже информацию смотрю, проверяю. Поэтому, друзья, все переходим дружно, либо в телеграм, либо в ВК. Все вас ждут там. Субтитры сделал DimaTorzok и 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 субтитры сделал DimaTorzok